Привет, с вами Sky, и сегодня нас ждёт потенциальное продолжение модельного ряда реактивных японцев. Созданный командой Мишимасы Фуджино лёгкий HA420 HondaJet быстро завоевал любовь авиаторов и клиентов. Теперь они делают шаг вперёд с ещё одной любопытной моделью. Осень 2021 года. Конференция и выставка деловой авиации NBA Base. Honda Aircraft проводит презентацию HondaJet 2600. Презентация, красивый рассказ о труде компании и макет, в основном для демонстрации салона. Речь пока о концепте будущего лёгкого бизнес-джета. Концепт амбициозный. Самолёт с трансконтинентальной дальностью, вместимостью до 11 человек, передовой начинкой, уникальной аэродинамикой и отличной экономикой. Давайте разберём эту штучку. Для того, чтобы понять, что из себя представляет будущее произведение Honda Aircraft, давайте посмотрим на то, что они делают сейчас. HondaJet — это один из самых известных современных бизнес-джетов лёгкого класса. Длина — 13 метров, размах крыла чуть за 12 метров, масса — 4,8 тонн. Вместимость — до 7 пассажиров плюс пилот. Скорость полёта — 422 узла, 782 километра в час. Дальность — 2661 километр. Конечно, детище Honda не могло быть обычным самолётом. Ламинарное обтекание планера, широчайшее применение композитов и передовые методы производства дают отличную аэродинамику. Начинка соответствующая, начиная с качества отделки и заканчивая полным набором бортового оборудования, которое, к тому же, с каждым обновлением становится всё круче. И, конечно, силовая установка — двигатели, расположенные на пилонах над крылом. У этого решения есть свои плюсы и минусы, но в случае с маленьким бизнес-джетом плюсы перевешивают. Такое расположение снижает риск попадания в двигатели посторонних предметов, снижает шум на местности и, что важнее, снижает уровень шума и вибраций в салоне. К тому же, отсутствие движков на хвосте освобождает там много места. Это объясняет, на первый взгляд, необычно длинный салон внутри довольно миниатюрного самолётика. Малыш оказался весьма комфортным для пассажиров, весьма приличным полётным характеристикам и весьма кайфовым для пилотирования. Стоит, правда, 5,4 миллиона долларов версии Elite S, но тут уж хотите круто — платите. И ведь платят! Основанная в 2000 году Honda Aircraft была осидевшей возле аэропорта Гринсборо небольшой командой инженеров. Теперь это приличный авиазавод, где более тысячи сотрудников собирают по несколько десятков самолётов ежегодно. При этом исследования, которые проводит Honda Aircraft вкупе с амбициями, не без этого, толкают компанию в сторону расширения возможностей. Речь пошла о всё ещё лёгком самолёте, но с большей дальностью, скоростью и вместимостью. Предполагаемый самолёт должен быть на ступеньку выше Honda Jet в лиге таких машин, как Cessna Citation CJ-4, Embraer Phenom 300 или Pilatus PC-24. Honda, естественно, и теперь не может сделать просто ещё один самолёт в этом классе и должна предложить что-то особенное. Новый самолёт должен быть способен летать на трансконтинентальные расстояния, иметь большую вместимость и грузоподъёмность, оставаясь при этом лёгким бизнес-джетом. Так что теперь хочет команда Фуджино? Возвращаемся в Лас-Вегас — Honda Jet 2600. Внешнее сходство с оригинальным Honda Jet очевидно, однако при новых требованиях банальной модификации не отделаться — перед нами концепт полностью нового самолёта. Длина — 17,62 метра, размах крыла — 17,29. То есть новый самолёт добавляет примерно по 5 метров в обе стороны к габаритам HE-420. Масса его при этом почти 8 тонн. Будучи продолжателем идеологии первого Honda Jet, Концепт 2600 наследует технологические решения предшественника. Сложнейшей задачей при его создании должен быть фюзеляж. Он близок к фюзеляжу оригинального Honda Jet, но имеет чуть иную форму и очевидно куда большую длину. Это видно и визуально, с каждой стороны по 6 иллюминаторов вместо трёх у малыша. Фюзеляж полностью композитный и должен сохранить почти идеальную аэродинамику, поддерживающую ламинарное обтекание. Это очень серьёзная задача для инженеров. С одной стороны, у Honda уже есть опыт работы с таким фюзеляжем — маленький Honda Jet такой. С другой стороны — маленький Honda Jet такой. И насколько легко будет сделать то же самое с изрядно подросшим в размерах планером — вопрос открытый. Крыло самолёта, несмотря на большие размеры, скорее всего, получит аналогичный дизайн. Вытянутые трапециевидные консоли с большими винглетами, элеронами и закрылками. Без спойлеров — щитки аэродинамического тормоза в хвосте. Крыло также должно быть ламинарным, максимально гладким и с монолитными панелями верхних поверхностей. Всё как уже делается на Honda Jet Elite, но покрупнее. Двигатели расположены на пилонах над крылом. Без этого Honda Jet — не Honda Jet. О том, какие конкретно двигатели планируется поставить, пока неизвестно, что немного странно. В презентации много речей об экономике и экологии самолёта, без указания, собственно, важнейшей части этой экономики и экологии. На оригинальном Honda Jet ставится пара движков HF120 — совместного детища General Electric и Honda. Тяга двигателей составляет 9,1 кН. Достаточно для маленького самолёта, но для большого брата уже никак — там нужно около 15. В принципе, представители GE Honda Air Engines упоминают о потенциальной возможности создания на базе HF120 более мощных двигателей, так что мы можем увидеть новый движок. А может быть, на пилонах модели 2600 в итоге будут стоять какие-нибудь Вильямсы. Собственным огненным сердцем не похвастаешься, но зато так проще. Honda Jet 2600 должен получить салон длиной 7 метров 74 см. Максимум в классе и на целых 2,3 метра длиннее, чем у маленького Honda Jet. Ширина салона 1,55 метров, высота 1,59. 159 см — это максимум в классе, но с компромиссом. Увеличение высоты достигается за счёт углубления в проходе. Решение в деловой авиации уже известное позволяет, ну знаете, не ползти на четвереньках, тем более в таком длинном салоне, но это всё же маленькое читерство, добавляющее комфорт во всё ещё довольно узком фюзеляже. Но длина салона своё дело делает. Самолёт способен вместить 11 человек, включая одного пилота. Возможности конфигурации салона широки — от простых с расположением кресел рядами до VIP-ов с креслами-клубами или вовсе размещением дивана или телевизора. Бонусом идёт новая схема реконфигурации кресел, которые при добавлении собственного матрасика формируют приличное спальное место. Не знаю, насколько это будет практично, но выглядит уютненько. Самая главная часть любого пассажирского самолёта — туалет — расположен в хвосте за салоном. Тут всё обычно, он примерно такой же, как на HondaJet Elite. Дополнительное пространство в хвосте добавляет не только место в салоне, но и место в грузовом отсеке. Даже учитывая, что в носу багажника как у маленького HondaJet нет, общий грузовой объём достиг отметки в 3,4 кубометра. Большой длинный отсек. При этом композитный фюзеляж и лучшая система кондиционирования позволят обеспечить приличное давление в салоне, как на высоте 1939 метров при полёте у практического потолка на эшелоне FL470. Об этом мы ещё поговорим. Стремление Honda Aircraft к максимальной автоматизации и упрощению пилотирования на новом самолёте должно выйти на новый уровень. Ядром авионики остаётся комплекс Garmin 3000 с кастомизацией под самолёт. Тут полный набор уже имеющихся и новых функций, включая автоматизацию управления двигателем, ряда систем пилотирования, улучшенный контроль шасси и так далее, вплоть до анализа полосы с подбором оптимальных режимов торможения после посадки. Первоочередной целью всего этого электронного танца является разгрузка пилотов, а точнее пилота. HondaJet 2600 предполагается самым дальним бизнес-джетом, который может управляться одним человеком. Оптимизация пространства в кабине добавляет примерно 7,62 сантиметра над головой и 15,24 сантиметра длины. Садиться и крутиться в кабине будет поудобнее. Важнейшей и особенно подчёркнутой характеристикой HondaJet 2600 является число из его названия. 2600 это 2600 миль дальности полёта, если точнее 2625 миль дальности с четырьмя пассажирами и одним пилотом на борту. 4862 километра. Прилично больше, чем у соседей, и этой дальности достаточно, чтобы, например, из Нью-Йорка добраться до любой точки на территории США, ну, кроме Аляски и Гавайев. В других регионах маршрутная сеть тоже пошире. Токио-Гонконг спокойно, Лондон-Каир без проблем. Эта цифра делает концепт 2600 самым дальним лёгким бизнес-джетом. На то и давят. С другими характеристиками тоже неплохо. Максимальная крейсерская скорость 450 узлов, 834 километра в час. Высший эшелон FL470, примерно 14326 метров. Заявка громкая. Одно из решений, которое должно позволить так высоко прыгать, я уже упоминал. Полностью композитный фюзеляж и кондиционирование. В многих других самолётах на такой высоте пассажирам стало бы, как минимум, некомфортно. Взлётно-посадочные характеристики при этом должны сохраниться на уровне маленького брата. Разбег – 1006 метров, пробег – 762. Благодаря всем этим решениям, Хонда Джет 2 600 должен быть на 20% экономичнее, чем соседи по классу, и потеснить их. Кроме того, агрессивный новичок может начать наступать на хвосты средним бизнес-джетом. Небольшая дальность полёта, державшая лёгких птичек на коротком поводке, в случае с моделью 2 600 и её 2600 милями, всё ещё будет держать, но на поводке подлиннее. Он сможет летать на многих маршрутах, ранее занятых более крупными самолётами, а учитывая, что Хонда Aircraft обещает аж на 40% лучшую экономику, чем у средних джетов, может получиться небольшая экспансия. Увы, Хонда Джет 2 600 является скорее видением Хонда Aircraft своего перспективного самолёта. Презентация не была полноценным анонсом новой модели, а пока что прощупыванием рынка. Даже название Хонда Джет 2 600, скорее всего, концептуальное, и в случае запуска программы реальные самолёты могут получить другое имя. Ввиду этого факта, естественно, о статусе проекта и его развитии мало что известно. Насчёт сроков говорить также рано. Нечто похожее было и с первым Хонда Джетом. Авиаторы, создавая его, были крайне осторожны. Это растянуло срок создания, но мы получили очень интересную птицу. Будем надеяться, что теперь всё будет делаться быстрее. В конце концов, речь идёт о продолжателе линейки, а не о первом серийном самолёте компании. На этом наше сегодняшнее концептуальное приключение завершается. Будем надеяться, что новый самолёт появится скоро и окажется так же прекрасен, как и его старший маленький брат. Быстрых вам полётов и мягких посадок!